Сирень Победы. Именно так называется патриотический проект, который в год 70-летия Великой Победы найдет свое продолжение в нашем пограничном городе. Разговор об этой инициативе Света Ботанических Садов России, Беларуси и Казахстана назревал давно. И вот такая возможность появилась на открытии творческого вернисажа в Зеленом Саду Бреста. Сегодня аллея Сирени Победы есть в 13 городах-героях России, Украины и одном белорусском городе Минске. В этом году настала очередь Бреста. В качестве символа Победы нежный майский цветок был выбран неспроста. День Победы, он сочетался с цветением сирени. Ведь Победу отмечали в Германии, это немножко южнее. И вот понимаете, даже и в песнях, и везде. Это было солдатами и народом признано как цветок Победы. Учитывая, что это очень серьезная тема и связана с Великой Отечественной войной, хотелось бы, конечно, чтобы эта аллея расположилась у нас недалеко от Брестской крепости. После торжественной части у гостей мероприятия появилась возможность познакомиться с берестельскими мастерами и их работами. Кстати, среди профессионалов своего дела были и самоучки. Для них тот или иной ветремесла – любимое хобби. Многие посетители отмечали, что выставка напоминала собой своеобразную азбуку техник хендмейда. Соломоплетение, ветинанка и вышивка, декупаж и скраббукинг. На экспозиции были представлены даже такие древнейшие ремесла, как гончарство и кузнечное дело. Эта выставка дает возможность нашей молодежи, так как 2015 год объявлен Годом Молодежи, дает возможность найти себя в творчестве, найти свое свободное время, наверное, в каком-то красивом увлечении, в каком-то, наверное, в таком нравственном развитии, наверное, в таком вдохновении на какое-то прекрасное. Я занимаюсь сейчас игрушкой, показываю мастер-класс, как лепится традиционная свистулька. Глина – материал исключительный в истории человечества. Это первый материал, который был человеком получен искусственным путем, не просто взят готовым в природе, он его синтезировал. То есть процесс обжига – это есть уже получение другого вещества, которого в природе нет. Вот не случайно каменный век, век неолита, еще называют веком керамики. Выставка-ярмарка изделий ручной работы будет работать до 7 марта, каждые пятницу, субботу и воскресенье. Для тех, у кого возникнет желание постичь азы того или иного ремесла – хорошая новость. На выходных авторы экспозиции будут проводить творческие мастер-классы. Продолжение следует...